В День защитника Отечества принято поздравлять тех, кто отдал и отдает свою жизнь или ее часть служению отчизне. Тех, кто служил в армии, служит в войсках, охраняя покой страны и близких. Но в этот день сегодня поздравляют в первую очередь мужчин. Так уж повелось, что по словам защитник подразумевается мужчина. Хотя гендерный признак здесь порой не важен, ведь служат сегодня и женщины. История Марины Попович, легендарного летчика-испытателя, мадам Миг, как говорили о ней, служит примером доблести и отваги, в том числе и для мужчин. В преддверии 23 февраля послушать рассказ о людях, посвятивших свою жизнь защите и служению Родине, пришли кадеты из школы с первоначальной летной подготовкой имени Покрышкина и ребята-ученики Щелковского колледжа. Для них звучали не просто слова назидания, но и пожелания стремиться и знать, что стране они нужны. Будущим офицерам с честью и достоинством внести вот это вот звание российского офицера, ну и конечно ребятам, которые будут призваны в армию, воспринимать это как не тяжелое время, а как время узнавания чего-то нового. И всегда думать о том, что за вами страна, ваши матери, девушки. Пример всегда важен и нужен для тех, кто пришел в музей послушать историю людей военных профессий. Полезным оказалось и общение с кадетами из Монина. Ребята рассказали о своих учебных буднях и поделились некоторыми планами на будущее. Я сначала решил стать гражданским летчиком, но вот после того, как я поступил в эту школу, почему-то резко сменил свое мнение. Кто-то уже решил прочно связать свою жизнь с небом, как сделала это наша землячка, почетный и любимый гражданин Марина Попович. Ее пример, как и многих, кто жил и живет, служит и служил, продолжает вдохновлять на новые свершения. Чтобы лучше понять всю суть армии и научиться защищать и родину, и себя, и своих близких. Ну, потому что сейчас образ жизни вообще у молодежи такой аморфный более, может, чем раньше. Поэтому надо пойти в армию, чтобы в движение прийти, чтобы, ну, деятельность какую-то начать, а не просто не знать, где ты, что ты. Лилия Тимиева, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».